А вот мы тут болтаем про то, как хорошо, когда одни четверти заканчиваются, между ними и каникулы, а потом как хорошо, что начинаются вторые. Все почему? Потому что мамы собрались на кухне. Маша Тихомирова сегодня у нас будет готовить. А что? А что? А три блюда невероятно легких и простых. Первое блюдо у нас будет салат из свежего кабачка с микс салатом и с говядиной. Второе блюдо у нас будет панакотта из ряженки. Очень быстро, вкусно, невероятно вкусно. И самое главное, что вот такую панакоту из ряженки, ее можно, во-первых, давать детям, потому что сливочная панакота на 33% сливках, она не только жирная, она еще очень сладкая, а ряженка это все-таки кисломолочный продукт, там больше пользы. Да, однозначно. И мы будем еще делать такие необычные конвертики из лаваша с бананом, сыром и с грушей. Ой, это будет вкусно! Это будет вкусно! Для мамы самое главное, что? Быстро все сделать, все домашние дела, накормить родных и близких. И если осталось всех вот эти вот две минуты перед сном, их можно посвятить себе, правда? Это точно. Задача, чтобы минут было не две свободных на себя любимую, а больше. Именно поэтому мы предлагаем сегодняшний рецепт, верно? Да, верно, все верно. Так, с чего начинаем? С чего начинаем? Мы сейчас начинаем мариновать говядину. Для этого нам нужно что? Для этого нам нужен соевый соус и маслица немножечко, оливкового. Нужно чуть-чуть перчика. Давай, давай. То есть я просто поливаю и все, да? Да, да, да. Я не знаю, как лучше, как ты думаешь, либо нарезать ее и замариновать, либо куском нарезать? Нарезать и замариновать, конечно. Так, а как мы нарезаем, скажи? А нарезаем очень тоненько, соломочкой. Хорошо. А я в это время, знаешь, что буду делать? Я буду делать кабачок. Нам для этого потребуется корейская обычная терка. Так вот у нас складывается. Салатник. Самое интересное, что я, допустим, знаю, что кабачок едят в сыром виде. Сама практикую. Вот, иногда. Вот, и получаю от этого массу удовольствия. Но очень многие говорят, ааа, кабачок сырой. Фу-фу-фу. Да ладно. Ну, правда. Как они так могут? Нет, но его нужно, если честно, он же напоминает чуть-чуть огурец. Ну, как-то вот, да? Вот он. Поэтому, мне кажется, с соусом он всем придется по вкусу. Вот если вот именно соус. Он свеженький, сочненький. А полезный какой. Вот. Очень мне нравится именно, когда на корейской терочке это все происходит. Очень мне нравится, когда это все готовишь ты и как все это происходит. Спасибо. Да. Это очень легкий такой салат, который будет очень полезен для желудка. Потому что тут невероятное огромное количество этих пищевых волокон. Да? Клещаточка. Клещаточка. Вот таким вот образом. А сколько мяска нужно, ты мне скажи? А вот, наверное, мне кажется, достаточно. Вот это вот еще дарю. Да, уже и все. Да, достаточно. То есть, ну, приблизительно где-то грамм 150. Как раз тут и такое количество. Так, тем временем я что буду делать? Я буду делать соус. Соус у нас будет очень такой интересный. Он будет сладко-кисло-саленый. Это заправка у нас, да? Да, заправка. Да. Заправка для салата. А я смотри, что делаю. Я тебя попрошу сейчас поперчить. Так, хорошо. Вот. И мы сейчас применяем метод маринования вакуум. Есть два варианта. Это такой самый легкий, быстрый и простой. А, ну, сладочный. Вот, да. Мы заливаем соевым соусом или посыпаем солью. Присыпаем перцем. И заливаем все это масло. Не заливаем, да, а добавляем масло. Масло. Мы должны сделать массаж. Вот. Не маслу. Маслу не надо делать массаж. У него и так все хорошо. Мы делаем массаж мясу. Да. Да, вот так. Мы сделали массаж мясу. Вот. После чего масло распределилось тонким слоем по каждому кусочку. И создало вакуум. Закрыло. Да, закрыло. Можно, конечно, еще отправить все это в пакет. Да, создать вакуум. И это будет еще быстрее. Можно замариновать на ночь. И будет божественно мягко. Ну, мы готовим очень быстро, да? Да, 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 да. Да. Нам же нужно время для себя. Мы девчонки такие ветреные. Что хотим, то и делаем вообще. Хотим маринуем на ночь. Хотим, прям сейчас готовим. Так. Не жалея рук и сил, давим фрукты. Я думала, выглядит на самом деле, знаешь, как. Не жалея апельсинов, а не рук и сил. Практически. Так, а мы мясо это должны будем поджарить? Да, мы должны будем его прям... На раскаленной сковороде. Да, да. Хорошо. Как обычно? Давай, мне нравится. Вот так вот все выжимаем хорошенечко. Не, Маш, серьезно, мы должны долго мариновать мясо? Я бы, потому что оставила на ночь, если бы было время. Но если бы нет, я бы дала максимум 5-7 минут и на сковороду. Вот так и будет. Потому что времени-то не особо. Ну, как всегда, да, да, так и будет. Слушай, ты относишься вот к таким хозяйкам, допустим, не знаю, супруг говорит, слушай, да, давай позовем гостей, да, давай завтра к нам придут гости. Ты говоришь, конечно, я приготовлю первое, второе, третье, салат, компот, десертов на пеку, там что-нибудь такое. Вот, и есть вторая категория, говорил, милая, давай позовем завтра гостей. Тебе надо, ты зови, сам готовь на всех, сам потом посуду мой. Первое, конечно. Я же люблю. Политически верно все сказано, да, я же люблю. Но, ты знаешь, просто к таким хозяйкам и гости чаще ходят, да? Да. Вот именно, именно да. Ну, не бывает такого, что, правда, подустаешь от этого и думаешь, ну, знаете, что, может, я уже к кому-нибудь уже схожу. Ну, не так часто, но ходят, потому что любят, я их люблю, они меня любят. Это взаимно у вас, да? Взаимно, да. Хорошо, смотри, нужно ли добавить чеснока, допустим? Ты знаешь, можно, можно. Я прям не заморачивалась, то есть вообще совершенно. Я столько прост, чтобы вот, в принципе, я чеснок... Да я просто, знаешь, что сделаю тогда? Да, вот если мы уж так... Давай чуть-чуть ароматизируем масло, немножко. Давай, давай. То есть мы его чуть-чуть так вот доведем. До нужного состояния. Ты человек позитив. У тебя все хорошо. Все хорошо, вообще все хорошо. Да. Даже когда не очень, но все равно все хорошо. Я просто к чему? Очень часто я слышу, что, ну, конечно, там, вот вы телеведущая, у вас-то все понятно, хорошо, да? Это есть люди в костюме пессимистов, я называю так. Я называю по-другому, но вот все-таки люди в костюме пессимистов. Вот. Так просто можно говорить. Так вот, и они, ну, конечно, правильное питание, это хорошо, но дорого. Да, да, слышишь, да, знакомые нотки, или, конечно, у тебя всего вот двое детей, там, конечно, вот твои дети, одного моего сто... И так далее, да? То есть, чтобы не происходило, у человека все в жизни плохо. Есть люди, у которых все в жизни хорошо. Нет говядины? Возьмем курицу, классно, мы так еще не делали. Кончился соевый соус, давай посолим. Нет апельсинов, давай сделаем яблочный фреш, да, давай сделаем с мандарином. То есть, да, это зависит очень сильно от человека и от его внутреннего настроя. Как ты думаешь, можно ли научиться быть оптимистом? Обнозначно. Есть какие-то техники, упражнения, как натренировать? В среду, понимаешь, в такую попасть, там, где люди позитивные, там и учишься, ты впитываешь этот позитив. Ну, хочешь ты, не хочешь, когда вокруг тебя вот такие замечательные люди. Скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты. Да, да, однозначно. Поэтому, если в вашем окружении есть, конечно. Избавляйтесь от этого. Да, скажите, конечно, я перезвоню тебе через три года. Вот. А нужно ли человеку говорить, допустим, слушай, что ты такой зануда, что ты такой пессимист, надо мыслить позитивно. Когда как? Мне кажется, иногда нужно. Иногда нужно сказать, что хватит уже. Конечно, нужно. Так, стоп, что мы делаем? Я теперь смешиваю наш кабачочек, который на терочке потерла, с микс-салатом. Микс-салат, который можно, ну, то есть сейчас это не проблема, да? Ой, конечно, ты знаешь, только местных производителей несколько штук я насчитала. Что уж там говорить про неместных. Я вообще прям обожала. А что, зачем говорить про неместных? Я против. Не будем про неместных. Все, это сейчас аккуратненько все перемешаем. Смотри, масло уже чесночное. Чесночное. Ну что, жарим? Отправляем, конечно. Поехали. Ой, а аромат-то такой. Да, уже пошло. И сейчас еще и перец, и соевый соус дадут о себе знать. Я нарезаю мясо против волокон. Довольно тоненькой такой соломкой. Смотрите, с говядиной бывает иногда такой нюанс, что... Что, ой, как бы ты ее не жарил, она... Да, поэтому еще добавляем водички и подтушиваем до состояния вау. Это несколько состояний обжарки мяса. Ой, и вау. Так, заливаем вот этой вот смесью. Да, заливаем все этой смесью. А что я туда добавила? Я добавила сок апельсина, сок лимона, ложечка соевого соуса. Мы чуть-чуть присолим. Перчик. Собственно, говядина нам даст вот этот вот чуть-чуть соленоватый вкус. И для красоты и для пользы вот такая вот смесь. По мне так просился сюда кунжут, но мне смесь нравится больше, потому что здесь и семя льна у нас. И как вкусно пахнет говядина. Что у меня есть? Есть у тебя масло виноградной косточки. Да, да. Мы еще вот прям капельку добавим масла. Давай, она очень полезная. Да. Вот именно. Вот именно. Вот именно. В общем. Нет, подожди, не так. Ну, конечно. У них есть масло виноградной косточки. Сейчас, подожди. Уважаемые зануды. Уважаемый режиссер, вы не зануды, я знаю. Покажите, пожалуйста. Да. Сейчас, подожди. Ну, конечно, у них есть масло виноградной косточки. Конечно, у вас оно тоже может быть. Я же его в магазине покупала. Поэтому оно оттуда. И, значит, вы его можете взять там же. Конечно. Все. Так, ты сказала, конечно, по-другому. Конечно. Конечно. Вот, это все хорошо перемешиваем. Вот это уже можно есть. Да, конечно. Конечно. Это уже все готово. Я очень люблю кабачок. Я тут кабачковых оладьев на днях надела. Вкусно. А еще, знаешь, вот кабачковые оладьи, которые с мятой и кинзой. Что ты делаешь? Не кабачковый халатик, а кабачковые оладьи. Да. Так. Ну, сюда осталось только говядинка. То есть она сейчас подостынет. Я жду. Подостынет. Да? Да. Но я все-таки, смотри, настаиваю на варианте. Мы ее сейчас поджарим. Потом добавим чуть-чуть водички и немножко потушим все-таки. Почему? Потому что я наблюдаю в периметре одного небольшого ребенка. Вот. Маша пришла с группой поддержки сегодня. Ура, ура. Да, 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 да. Как зовут группу поддержки? Группа поддержки у нас Николь. Николь? Николь, зайди сюда. Да, покажись. Покажись. Моя помощница, моя умничка, подрастающее поколение. Вот. Вот так выглядит Николь, которая сидит рядом на стульчике и смотрит. А Маша в процессе приготовления говорила, учись, пока мать жива. Смотри, как это все. Ну, она молодец. Она учится очень быстро, на самом деле. Время не хватает, но все равно она забегает на кухню. Мам, что ты там делаешь там? Что, что, что тебе, что сделать там? Сегодня у нас Николь самый почетный зритель, поэтому мы тебя снова провожаем на твое место. Спасибо тебе большое. Провожаем нашего зрителя аплодисментами. Так, и так я почему говорю, что я бы подтушила, потому что дети не любят жевать что-нибудь не жующееся, да? А поскольку я надеюсь, что Николь это попробует, шансы есть, да, накивает, говорит, да, да, да. Все правильно. У меня с дочкой был такой нюанс. Она не любит пробовать что-то неизведанное. И всегда искусство мамы в этот момент аргументировать, да? Да. Почему? Ну, попробуй, ну, прошу тебя, да? Ну, пожалуйста, вот, а смотри, как мама это ест. И у меня это прям, знаешь, иногда доходит до того, что она попробует, сказала, ты никогда не узнаешь, как ты на вкус здесь не попробуешь. Она моржится, моржится, пробует, говорит, нет, гадость. Потом приходит, говорит, я еще возьму и уходит, да? Вот. Вот так мы познакомились с кабачком. Мне кажется, все дети одинаковые. Все дети одинаковые в этом смысле, да. Но зато вот у меня ребенок запросто ест оливки, там, вот что-нибудь такое, да, что обычно мы во взрослом возрасте. Кинзук. О! Да. Вот, поэтому. Вот именно так. Я хочу рассказать про кабачок, кстати. Вот кабачок я терла-терла-терла и серединку оставила. Да. Я тоже обратила внимание. Потому что она такая мягкая, ну, собственно, я такую самую плотную часть все стерла, да. Можно ее? Я из нее знаю, тут вообще, что приготовить, но я про ребенка. А. Значит, таким же методом я иногда делаю с огурчиком, да, и остаются серединки. И вот так мы познакомились с кабачком, с его серединкой. Здравствуй, серединка кабачка. Здравствуй. Рада тебя видеть. Так, смотри, тушим здесь. Все, пока оставляем в сторонке. Залить холодно. Смотрите, это листовой желатин. Сейчас расскажу, зачем он нам нужен. Отлично. Можно и порошковый, не принципиально, но в продаже почти везде сейчас есть вот такой вот листовой. Он удобен тем, в первую очередь, что его не нужно процеживать, да, когда он растворился, потому что, собственно, нет как таковых крупинок. Но по желирующим свойствам я, честно говоря, особой разницы не заметила. Ну, это просто красивый. Да. Ну, мы же девочки, мы за эстетику. Все должно быть прекрасно. Желатин нам нужен для панакота из ряженки. Поэтому сейчас мы его зальем холодной водой. Он немножечко разойдется. Вы за это время посмотрите рекламу, а там дальше разберемся. Намокает желатин. Маша говорит, нужно очень мало воды. Да. Я тогда... Давай его разрежу, потому что он у нас не потонул. Да? Ну, либо вот ты... Я еще в таком случае на плоскую, знаешь, такую не сильно уголкую тарелочку. Да, я тоже, но поздно. Да. Как это все? У нас же все сильно получается. Мы же позитивные. А вы такие позитивные. Конечно, вы-то позитивные. У нас вообще все получится. Знаешь, когда я работала в программе «Натросгуберния» и вставала в 4.20? Коллеги, я люблю вас, правда. Вы божественные. И очень многие, это моим коллегам из программы «Натросгуберния» и всей аппаратной эфира, я очень часто слышала такое. Конечно, вы-то с утра уже позитивные. Все такие, тадам, тадам, у вас там праздник, а я не выспался. Что? Ты не выспался? Ты встал в 8. Я через час уже закончила свою работу в эфире, да, и пошла там готовиться к следующему эфиру. И поэтому, ты знаешь, вот все относительно. Можно, конечно, не выспаться, я верю, да, и вставая в 8, в 9, в 10, в зависимости от того, когда ты ложишься. Сейчас я не высыпаюсь. Но каждый раз, когда я включаю телевизор, и вижу вот эти лампочки, и знаешь, ты за кадром еще, человек 15 лампочек таких работает. Я себе говорю, а ну-ка, встала и пошла позитивно работать быстро. Люди, вот видишь, уже работают. Да, это очень здорово. Поэтому, поскольку мы позитивные, у нас все получается. Да, все хорошо. Так, тут дотушиваю. Рассказываю, рассказываю. Что мы делаем. Это очень важно. Рассказываю, рассказываю. Смотрите, для панакоты из ряженки нам потребуется 200 миллилитров, собственно, ряженки. Угу. Смотрите, он, он выглядит как сметана. Очень многие говорят, это сметана. Нет, друзья, это не сметана. Это тоже. Во-первых. А во-вторых, ты знаешь, я была на производстве, видела, как он делается. Это космос. Это вообще, там вот такая вот огромная, огромная цистерна, такого вот порошка. Это, и он вестик, и он делается из стельного молока, потому что перед ним стоит огромная, огромная цистерна молока, который только что ты... Более, ты знаешь, я прям впечатлилась. Честно говорю, поэтому я вот дома всегда отдаю предпочтение ультрафильтрованному, нежели вот такому. Он тоже хорош все. Но от этого я прям в восторге. Давай. Ну, и, собственно, консистенция нам нужна такая именно. Сметанообразная. Да, сметанообразная. Это все что? Это все дает такую мягкость, нежность. Сливочность. Сливочность. Хотя он по жирности всего 7%. Да, да. И это немного. Это немного. Нельзя исключать жиры. И тут я, да, скажу, что... Кто там сказал, все должно быть обезжирено, неправда? Неправда. Я заблокировала этого человека в своем телефоне. Тут... Тут это полезно, это нужно для девочек. Девочки, запомните. Девочкам это очень необходимо. Да, у нас от этого блестят глаза. Да, 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 да. Дваточки крепкие. Зубы и волосы. Так, все. Мы теперь это все смешиваем и в эту массу... А прогреть? Нет. Нет, я про... Массу мою кисломолочную. Так. Мы смешиваем эту массу. Да. Сейчас желатин чуть-чуть уже постоял. Можно в небольшой кастрюльке, да, распустить, не доводя до кипения. То есть нам маленько... С водой или только его? Нет, нет, с водой. Чуть-чуть, чуть-чуть. А-а-а. Чуть-чуть водички. Все, я поняла. А я этим временем, да, я смешиваю между собой кисломолочные продукты. Есть что у нас для красоты, для вкуса. Знаешь что? Это жидкий, но можно и сухой. Цикорий. 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 А кофеек можно? В принципе, что? Можно и кофеек? Ну, просто цикорий, да, свой вкус. Цикорий свой вкус. Он такой карамельный вкус совсем, он совсем необычный. Мне кажется, это вообще прям такой, знаешь, хит. Ну, для меня настолько этот десерт пришелся по вкусу, когда я, помню, первый раз его приготовила, думаю, ну так, получится, не получится. Получилось. И получилось так даже очень хорошо. Чем мы его сахарим? Сахарим? Ну, в моем случае сахзам. Сахарозаменитель. Сахарозаменитель, да, со стевией. Кто как... Хотите сахар добавьте? Мед. Можно меда добавить. Можно все, что хотите. Можете сиропы добавить, агавы, например, сиропы кленовы. Финиковый, слушай, вообще потрясная вещь. Вот. Поэтому все. Здесь у нас где-то три пакетика фит-парада. Собственно. Это все я добавляю. Так, и туда же мы добавляем где-то вот такую вот маленькую ложечку. Ну, вот так. Давай. Маш, все? О, вот это да. Ну, вот она такая прям... Так, у меня тут тоже то, что нужно, почти расходится. Так, он такой липкой. Все, это мы между собой все перемешиваем. Зашелся? Да. И теперь чуть-чуть остыть. Что нам нужно? Чуть-чуть. Смотрите, какой цвет получился. Да. Очень даже. Очень-очень даже. Мне кажется, что туда можно даже и какие-то такие вот орешки, например, добавить. Да. Ягоды хорошо будут. Если есть целые свежие ягоды, хорошо. Нет, давайте замороженные. Я очень люблю в Панакотте, как ни странно, бруснику. Ну, клубника – это классическое сочетание. Вишня, брусника, черника, голубика, дикая вот эта вот обычная. Согласна. Для того, чтобы, да, чтобы не свернулось сразу у нас все. Чуть-чуть подостыть и тонкой-тонкой струйкой мы его вылили. А еще знаешь, как можно попробовать? Ну, давай попробуй. Тут же яйца нет, не должно, да, по идее так. Мы сравниваем температуру чуть-чуть, да, добавим. Похолоднее ингредиент. Угу. Все, отлично. Все, и то новая линька струечка. Это все перемешиваем, перемешиваем. И тут уже фантазия, да, куда, в какую посуду это все красиво напормить. Сколько застывает по времени? Пару. Прикольно. Ну, минут 40, да, он прям возьмется, да. Но я вообще на ночь его оставляю. И хорошо. И хорошо. Очень хорошо. Вот красота. Вот. Оно уже все у нас, у нас уже все готово. Угу. Так, то есть, теоретически, это можно разливать… Да, да. …по где-нибудь. Да. Так, смотри. Смотри, что у меня есть. Так. Ух ты. Да, я сейчас возьму… Давай вот этот противень возьмем. Давай. И на него так будет просто удобнее. Угу. Вот такие силиконовые формочки мы расставляем. И сюда. Можно ложечкой, поварюшечкой. А давай, знаешь как, вот мне кажется, будет круто, если мы наоборот… Вот тут же носик. Согласна. С носиком это проще. Абсолютно. Так. Ну, пробуем. Будет очень красиво, да. Так. Можно добавить ваниль. Можно… Вот тут фантазия опять, да? Да. Пробовать вкусы, пробовать сочетания. А можно еще… Знаешь, я еще как делала летом, когда было много ягоды, и не все успели съесть, да, там что-то осталось. И в этот момент я вижу, что какие-то ягодки, они такие, знаешь… Ну, конечно. Конечно, остальные-то ягоды съели. Вот. И они уставшие такие, немножко не выспавшиеся. В блендере с творожком перемололи. И вот так вот. И просто космос. Просто космос. Так. В холодильник. В холодильник. На ночь. В 40-50. Вот давай так, час. Ну, по-честному, час – это уже прям стабильно. Проверьте, проверьте. Да. Значит, как оно должно выглядеть? Смотрите. Если вы добавили побольше желатина, оно выглядит так. Кому покажем. Крепенько. Если вы добавили желатина чуть меньше, оно такое… Нежное. Типа пообщаемся. Вот. Ну, то есть прям такое подвижное, я бы сказала. Если вы добавили очень мало желатина, поздравляю. Оно не удастся. Поздравляю, вы испортили все. Не надо ничего переваривать и добавлять туда желатин. Выпрясти и сделайте заново. Хорошо? Все. Я пошла. Так, давай пока это сюда отставим. Сейчас уберу в холодильник. Руки помою, потому что я вся в понапоте. Мы тем временем… Смотри, у нас говядина готова. Немножко подостыла. Можем теоретически смешивать, да? И можем принимать… Мы будем выкладывать. А, выкладывать. Да, мы сейчас это все на красивую тарелочку. Все, 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 конечно, мы сейчас это все сделаем. И у нас еще на очереди кто? Да. У нас кто? Конвертики. Конвертики с сыром, с бананом, с грушей. С сыром, с бананой, с грушей. Отлично, с бананой. С бананой? Реклама с бананой. Смотрим. Итак, мы занимаемся сейчас подготовкой кухни к тому, чтобы феерично сделать те самые с бананой и грушей. С бананой и грушей, да. С бананой и с грушей. Держи. Смотри, очень часто время снимает, если мы говорим о выпечке, это как раз приготовление теста и все такое. Маша молодец. Вот я ее за что люблю? Пошла, взяла лаваш. Тесто готово. Молодец. А зачем? Трачить свое время, потому что оно очень вкусно получается. Очень быстро, вкусно. А время – ценный ресурс. Время – очень ценный ресурс. Что мы делаем? Мы это тесто, так лучше вот так вот, мы это тесто будем, ой, тесто, господи, лаваш. Ну правильно, правильно, что запеченное тесто, он же лаваш, он же Гога, он же Гоша. Мне кажется, лучше это все сделать ножничками. На 10-сантиметровые по ширине. Ты пока нарезай, вы пока следите за всем этим. Да, так вот. Чтобы удобно было вот этот вот неровный круглый край, нужно будет нам отрезать с одной и с другой стороны. 10-сантиметровые шириной полоски. Такие полосы где-то примерно вот такой ширины. А у нас будет отдельно. Здесь, значит, у нас будет отдельно банан с сыром, отдельно груша с сыром. То есть не все вместе. Вот. Ну пусть будет так. И с чем я только эти рулетики не готовила. Вот смотри, ты знаешь о чистоте, порядке на кухне все. Вот. Но прогресс-то на месте не стоит, поэтому смотри. Я тебе очень рекомендую вот такую вот вещь. Запомни, как выглядит, как называется. Называется Вивин. Вот так. Тут такая тигра. Тигра летит вперед, к тебе. Да. А здесь, смотри, вытяжка, плита, вытяжка большая, чего тут только нет. Называется это средство универсальное для кухни. Эффективно удаляет грязь, жир, предотвращает размножение бактерий. Эффективность ликвидации бактерий составляет 99,9%. Легко смывается, очень просто в применении. Наносится средство и производится чистка тканью, да, ну или бумажными салфетками, как я. Нет необходимости добавлять воду при использовании. И два варианта использования. Это напыление и разбавление. Устраняет неприятный запах и не повреждает поверхность, обладает приятным ароматом, подходит для различных поверхностей. Это я к чему? Мы на одной кухне часто работаем с мясом, а потом работаем с рыбой. Это иногда может происходить в один день. Тут же овощи, тут же сыр, тут же хлеб. Понятно, что есть разные доски под это все. Но поверхность стола обязательно необходимо обрабатывать. И вот если мы говорим о нашей программе, то мы пользуемся вот таким вот средством. Так, заполнил. Да, поэтому ты сейчас закончишь. Прежде чем мы перейдем к супу, я быстренько тут раз-раз наведу порядок. Хорошо, я поняла. Так, отлично. Мы сейчас вот их нарезали такими полосками. Мы нарезали еще яичко. Яичко, желточек для того, чтобы смазать, и противень для того, чтобы положить. Так, противень большой нужен? Противень. А сколько у нас? Шесть штучек будет? Шесть штучек. Конвертиков, да. Ну давай возьмем тогда. Так, конверты пока откладываю. Все, я нашла, который нам подойдет. Так, подожди, сейчас я с ними разберусь. Тебе вот яичок. Я бананчик нарезаю. Кружочками. Ничего тут необычного, сложного. То есть не разминаешь? Нет, нет, нет. Прям как есть. Так, бананчик кружочками нарезала. Тарелочкой. Вот, подожди, мамочка. Так, что нужно? Да, какую-нибудь тарелочку. Банан сложить, чтобы нарезать. Ага, банан сложить. Ну давай, да. Да, все, что нужно. Я думала, для себя это там смешивать. Все, я противень подготовила. Так, все, можешь сейчас мне помочь нарезать сыр пластиками. Просто пластиками? Пластиками, да. Хорошо. Сыр какой мы используем? Мы используем, как ты думаешь, light. Сыр light. То есть это пониженная калорийность. Процент жировой пониженный в этом продукте. Поэтому он... Вот такими пластиками или? Да, я думаю, да. Я думаю, по ширине как раз там будет. Вот. Мне нравится. Где-то 20-30 процентов сыр по жирности. Сыр, бананы. Груша. Сыр, груша. Сочетание классическое. Да. Бананы тут как-то новинка. Ну, вот, слышишь. Оно очень вкусно. Очень вкусно. Я тоже необычно для себя открыла это сочетание. Так, столько хватит? Посмотри. Да, я думаю, пока вот мы там разберемся. Да. Что мы делаем? Давай я тебе покажу, пока буду грушу нарезать. Давай. Вот такой вот пластик. Берем. Ага. Да? Взяли. Так, взяли. Берем банан. 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 Так, нам только желток нужен? Да. Значит, берем, что делаем? Вот таким вот образом. Так вот накладываем. В произвольном порядке. И вот так вот, опа, на уголочек заложили. Потом мы можем еще один кусочек. Так, это будет толстенький такой пирожок. Да, вкусненький, толстенький. Так вот, раз. Заложили. Потом можно вот так вот раз сделать. Так, и еще, например, один разочек. Необычно, вкусно, быстро, не калорийно. Все, как я люблю. Не, то, что осталось, да? Оп. Подрезали для красоты, да? Угу. Пирожочек-то великоват. Великоват для чего? Для противника. Для кого, я бы сказала? Смотри, какой здоровый. Ну, один и все. Просто вот раз утром. Лучше сделать четыре маленьких. Хорошо. Кому-то нравится побольше. Не-не, нормально, нормально. Я шучу, конечно. Так, нужно смазать. Все это дело? Смазать это все и желточком. Угу. Хорошо. Мажем желточком, я поняла. И кладем на противень. Да. Хорошо. Да. Можно их потом все смазать. Смотри, как удобно тебе. Красавчик. Сколько по времени готовить? Ну, там нет ничего не готово. Там, да. Там смотришь, как оно уже подпеклось. Да, сверху корочка красиво образовалась. Все готово. Собственно говоря. Поэтому. Так, первый пошел. Берем. Сейчас. Лаваш обычный армянский, бездрожжевой. Я пыталась сама на сковородке сделать, но что-то не получилось. Так, помоги мне. Да, 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 да. А вот так прям вот так вот накладываешь и заворачиваешь. Треугольником главное заворачивать. Ты хочешь сразу, да, все? А, нет, не надо. А я хотела отдельно грушу, отдельную. Можешь сразу? Не надо. Так. Теперь. Теперь можно еще один кусочек, например, положить. Еще там чуть-чуть банана. То есть смотришь на глаз. Как он? Заворачивается? Да. Так, еще вот там кусочек. То есть нам сырка придется подрезать. Да, не вопрос вообще. Вот. То же самое мы проделываем с грушей. А если я подвину банан? Давай. Все, слушай, завернули, так завернули. Так, и если остались, да, посмотришь, он там уже прижмется. Я тоже самое делаю с грушей. У нас сыр там остался. Я сейчас дорежу. Так же точно грушка. Все, отлично. Остатки ваша. Так. Хорошо. Хорошо. Хорошо, что хорошо. А вкусно пошло. Ароматно. Можно посыпать корицей, можно добавить в ову. Можно просто лишний добавлять, съесть и все. Да. Можно вот уже сырка. Да, бери, конечно. Аккуратно. Вот. Так, выпекаем в духовке при температуре. Ну, обычно для выпечки температура. Ну, 180 градусов примерно. Ну, в разогретую лучше, конечно, жить. Сразу. Отправляем в духовку. Это все быстро очень. А ты сначала смазываешь, потом складываешь, да? А я такая раз. Нет, я сначала, да, смазываю, а потом складываю. Извини. Ну, я думала, что ничего не будет страшного. Маша, я что-то сделала не так. А? Что-то пошло не так. Почему? Все правильно. Смотри. Да, конечно. Давай обратно. Вот так вот все. Опа. Потом опа. Вот так вот. Наложили. Вот так вот. Раз. Это отрезали. А, это отрезали. Да, конечно. Я думаю, что у меня не совпадает рисунок. Все. Так, я делаю еще один с грушей. Успеваем. Ага. Вкусно, быстро. Мне кажется, и персики сюда хорошо будут. Ой, мне кажется, персики. А если взять мягкий какой-нибудь сыр, рикотту, допустим, да? Как тебе персики, рикотта? А так вот, кстати, хачапури можно делать. Да, конечно. Я знаешь, что только не заворачивала в лаваш? Я прям боюсь спрашивать даже. Мне же интересно, как это будет. Так. Ну да, еще вот парочка сюда влезет. И отправим запекаться, да? Да. И отправим запекаться. Запекаться, да. Запекаться. Так, это у нас, это нам нужно. Да. Так. Это все вот так вот. Давай. И на раз банка с бананом. Давай еще один сделаем. И все. А как раз, знаешь, все, закончился лаваш. Все такое будет сырное. И с утра кофеечек. Вот с этим вот совсем. Конечно. Как вкусно. Красота невероятная. И главное, это очень просто. Очень. Ну все же, видите, как это просто. Слышишь, у меня есть знакомая, которая не представляет без мяса, как вот оно. Жизнь? Он говорит, да. Ну понятно, все эти ваши тортики, а мясо где? И вот, и я думаю, ведь сюда можно там подкопченную куриную грудку. Да? С сыром опять же. Так. Так. Ох, я чувствую, лаваш сегодня закончится во всех магазинах. Не успею взять. Ну, вот мы и приготовим. Вот мы и молодцы. Вот мы и молодцы. Быстро, легко. То есть, я хочу сказать, если гости на пороге, дома есть лаваш. Если гости на пороге, пора всем нам делать ноги, понимаешь? Вот. Это не мое творчество, это я где-то прочитала. И дома есть лаваш, то вот холодильник открывайте. Маш, да все проще. Гости идут, звонят и говорят, что купить? Ты говоришь, возьмите, пожалуйста, на два-три лаваша. Все. Все. И это же очень быстро. Гриль. Гриль. Точно. Да, да, можно это сделать на гриле, это будет еще быстрее. Можно и так, как мы. Можно и так. Можно и так. Так, как мы. Насколько фантазия работает. Так что мы молодцы. Все. Таких вещей у меня не остается никогда дома. Ну, это понятно. Ну, у нас, да, нам есть куда это деть, нам есть куда это съесть. А сразу после короткой рекламы мы приготовим еще одно интересное блюдо, тоже такое пятиминутка. И вот это очень понравится. Дети. Чуть-чуть, чуть-чуть, как и обещала. Эту часть стала дуже. Протерли. Так. Все, мы с тобой молодцы. Как все быстро. Какая прекрасная штука. Вот смотри, у нас осталось немножко времени, и у нас осталась та самая серединка кабачка. Знаменитая. Да, да, да. Мы с тобой сейчас с этой серединкой кабачка сделаем одну очень интересную штуку. Мы с тобой сделаем такой быстрый суп-пюре детский. Для этого нам с вами понадобится... Так, я грею сковородку еще для чипсов, да? Да. Чипсы. Ой. Ну это хорошие чипсы. Чипсы и заваша. Да. Смотри. Мы наливаем... Мы готовим буквально там на одну порцию. Так. Наливаем немножко водички. И в эту воду мы добавляем рис. Длиннозерный. Чуть-чуть. Вообще любой. Любой. Да, любой. Вообще лучше, конечно, буры, но поскольку буры здесь в ходу, и его уже схамячили, вот, мы добавляем немножко обычного риса, который нам попался. Давай, можешь сюда вставать, и я пока уберу все. Это лаваш. Остатки лаваша, который мы подсушим на сковороде, потому что нам понадобятся чипсы. Так, это все тот же лаваш. Незаменимый, по-моему, мне кажется. Да, совершенно верно. Пока здесь чипсы сохнут, мы сделаем следующее. Смотри. У нас остался кабачок. Угу. Красиво-то как, а? Та-ра-та-там. Та-ра-та-та-там. Осталась серединка. Важная, нужная, вкусная, полезная. Осталось у нас вот чуть-чуть чеснока. В детском варианте используем совсем немного. Так, для придания, да, фукуса. Прям вот совсем чуть-чуть. И нам понадобится молоко или сливки. Угу. Для того, чтобы придать сливочности. Молоко вполне подойдет. Это будет похоже на такой нежный крем-суп. Можно добавлять сюда морковку, можно добавлять сюда немножко картофеля. Лучше всего вот использовать сочетание кабачок, рис, картофель в случае, допустим, если нужен такой белый оттенок, да, если ребенок не любит что-то цветное, что, допустим, вряд ли в нашем случае. Если ты используешь морковку, то обязательно еще докрась куркумой, чтобы цвет был насыщенней. Куркума не даст сильного вкуса, не даст сильного аромата, но даст очень красивый цвет, и ребенку можно будет презентовать оранжевый суп. Очень важно, если вы хотите зеленый оттенок супу придать, добавьте туда шпинат. Если вы, как мы сейчас, будете делать такой белый суп, я же не зря сказала, у нас есть серединка. То есть вот эту часть с зеленой кожурой и зеленой частью мякоти лучше убрать. То есть оставить только вот эту белую светлую. А риса у нас чуть-чуть, сварится он достаточно быстро. Мы сразу добавляем сюда же и кабачок. А где у нас? А у нас вообще сыра не осталось. Почему? Там несколько кусочков. Вот, и вот эти несколько кусочков нам тоже, конечно. Слушай, как интересно. Это такой вот очень быстрый, простой и вкусный суп. И обратите внимание, мы практически не используем здесь каких-то таких тяжелых, сложных ингредиентов. Уже, кстати, рис жасмин, он еще обладает очень ярко выраженным ароматом. И мы используем его чуть-чуть. То есть здесь больше клетчатки, чем углеводов, да, это то, что... Согласна, то, что надо. Бывает принципиально. Кто-то скажет, что это суп, наверное, не очень сытный. Но это неправда. Почему? По двум причинам. Первое. Мы добавим сюда молока, да, если у вас все в порядке со здоровьем, с холестерином и всем прочим. Сливок. Можете добавить сливок. Мы добавим сюда немножко сыра для вот этого сырного вкуса. Здесь примерно 6-7 граммов. Это ерунда. Вот. Поэтому можете смело это есть. И у нас еще сверху пойдут вот эти вот чипсы. На украшение. Да. Тут пока варится, ну, естественно, нам понадобится блендер. Потому что это суп-пюре. А в суп-пюре мы, как правило... А у нас, кстати, уже все укомплектовано. Так, ты будешь пюрировать. Хорошо. Я согласна. А немножко соли. Да? То есть чуть-чуть надо присолить. Не кипит так сильно, мы все успеем. А может, и нет, сколько у нас времени на все про все. А, мы все успеем. Чуть-чуть добавляем соли. Но кокосовое тоже можно, да, молочко добавить? Ну, тогда... Другой вкус получается. Оно будет чуть-чуть другое. Да, кокосовое молоко, оно достаточно сладкое. Можно. Надо путь к этому готовым. Это будет тоже очень интересно. Просто нужно быть готовым к тому, что это вот такой азиатский оттенок приобретет. Понятно. Так, давай посмотрим, как себя чувствуют наши пирожки. Давай. Как они, да? Ну, они прям... Да, они прям бы мянятся хорошо. Я бы вот... Еще бы... Да. Еще чуть-чуть бы им дала времени. Панакота, доставай. Маша принесла готовую с собой, да, потому что у нас времени не так много, чтобы ждать до полного застывания. А я тем временем беру вилочку и так проверяю, как себя чувствует кабачок. Ну вот. Вот. Ооо, то есть ты еще как-то так особым образом не вставила, да? Да, я поставила просто вот так, посмотрите. Вот так, посмотрите. Вот так видно. Поставила немного неровно. Специально, пожалуйста. Да, однозначно. И такой эффект. И такой эффект. То есть, собственно говоря, вот... И по капельке, да, для красоты, по капельке прям той же ряженки добавила. И зубочистый такой. Раз, раз. Красота. И все, да? И у нас тоже такой интересный эффект. Так, я забью, с твоего позволения, быстренько. Потому что нам нужно будет добавить сюда. То есть он сейчас получится у нас практически белый. Аромат какой. Правда, рис очень ароматный. Я чувствую его. Вот рис, да, кабачок и чесночок. И вот тут, смотри, очень важный момент. Если вы хотите его погуще, это все регулируется жидкостью, вот, то вы просто добавляете меньше воды или сливаете воду после варки. Есть и другой вариант. Вот сейчас я рис оставила полувареным. Вот теперь я добавляю сюда еще немного молока. Так. И вот теперь это можно... Видишь, он такой получается нежненький очень. Это можно уварить до более густого состояния. Чуть подольше проварить. Да, чуть-чуть подольше. Во-первых, ингредиенты будут готовы достаточно быстро. Я добавляю сюда сыр. Мы его расплавляем. И у нас получается сырный такой, сливочный. Замечательный. Да не успели. С чипсами. Так, хорошо. Все, Маш, попрошу тебя посмотреть за супом. Все, он прямо вот... Маммад прекрасен. Да. Кстати, очень хорошо в такую основу еще для взрослых уже кидать морепродукты. А я хотела спросить, ну, в принципе, куриная грудка тоже сюда, да, подойдет? Вообще, конечно. Сюда подойдет все. И рыба, и морепродукты, и куриная грудка. То есть это такая уникальная основа, под которую зайдет все. Вот она. Смотри, какие румяные и красивые. Да, да, да. Такие прям умнички. Так, тут готово. А сыр как вот? Он должен тянувочкой быть? Он должен... Зависит от сыра. Зависит от сыра какой сыр. Я вот знаю, я ела такой суп, где он такой тянувочкой. Там много сыра в этом случае. Так, давай, смотри. Брось его. Он никуда не убежит от нас? Нет, он никуда не убежит. Смотри, я перекладываю пирожки. Так. А ты тогда занимаешься салатом. Вот это вот замечательное щупальце. А, замечательное щупальце. Сейчас посмотрю. Для того, чтобы красиво нам было. Замечательное щупальце. Если нет, то двумя вилками справимся. Двумя вилками справимся. Ха-ха-ха. Да. Это маленькое щупальце, это не то. Вот две вилки, держи. Можно двумя ложками, можно двумя вилками. Как тебе больше нравится. А у меня вот вилками как-то. Так. Что мы делаем? Вот всю эту красоту. То есть он настолько вот простой, настолько он легкий. Можно как гарнир его использовать. Угу. Так, у нас минута на все про все. Все поняла. Бегу, бегу, бегу. Можно орешки туда добавить, но у нас есть смесь, поэтому орешки мы добавлять не будем. Угу. Мы добавим сейчас. Так, убегай. Вот так все. И вот. Вот как-то. Итак, смотрите. Чуть-чуть соли. Потому что соли у нас не будет сильно много, да? Угу. Чуть-чуть. Готов суп, готов салат. Готовы чипсы, да, мы можем сверху ими посыпать? Да. О, то, конечно, я забыла про это совсем. Угу. Совсем. Давай тепленькими. Давай. Вот так это выглядит. Смотрите. И красиво очень. А вкусно. И очень вкусно. Все. Мы успели даже больше, чем планировали, потому что суп это в чистом виде импровизация. Все потому, что осталась серединка кабачка. Вот так. Принимайте работу. Суп немножко доваривается. Мы постарались поделиться самыми интересными рецептами. Маша, спасибо тебе большое. Для меня всегда праздник, когда ты к нам в гости приходишь. Поэтому, дорогие друзья, берите на заметку рецепты, приготовленные для вас с любовью. Вот. У нас на сегодня все. Это была программа «Будет вкусно». Пока. 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 Субтитры подогнал «Симон»